Приветствую, друзья! Человек из-за своей жадности готов творить абсолютно немыслимые вещи, идти на самый яростный, на самый откровенный беспредел. И тут совершенно не важен его социальный статус. Петр Алексеевич Порошенко во время своего президентства творил, ну, как вы сейчас увидите, просто неописуемые вещи. Друзья мои, сегодня я вам расскажу о весьма классической, банальной и затертой схеме по тому, как выводят деньги из украинских банков и как они лопаются. Был такой Фидо-банк до 2016 года, у которого был достаточно неплохой установной капитал в размере до 9 миллиардов гривен. И этот банк занимал в рейтинге Банка Украины 21 место. Как вы уже поняли, к чему я подвожу всех, кто вкладывался в этот банк, и их просто-напросто кинули и вывели деньги в офшоры. А сам владелец банка Александр Адаревич убежал в Испанию, где сейчас требует политическое убежище. Сегодня мы представляем тут вкладников, постраждали вкладники Фидо-банку. Друзья, их 40 тысяч, 40 тысяч вкладников Фидо-банку, фактически, которых кинули на гроши, благодаря шакрайским схемам банкиров, которые выводили в последний день активы, майно, которое было закладено в банку. А чтобы решить, фактически, вкладники, которых они кидали таким шаком на гроши, скрутить в ду... Не только вдумайтесь, друзья, 40 тысяч человек кинули мошенники. Кстати, вот эту акцию по возвращению вкладов обманутым вкладчикам провел известный и компетентный в Украине адвокат Виктор Смоли, он же, кстати, друг уважаемого мною блогера, который сейчас почему-то не выпускает ролики, Ростислава Шапошникова. Фидо-банком выведено, Фидо-банк, выведено тимчасовую администрацию, в связи с неплатежной проможностью. Чтобы не разраховываться с вкладниками и кредиторами, с засловниками банка, выведена нерухомость, придбана за вкладник грошей вкладников на свою подконтрольную компанию ТОВ «Эдельман». Самая большая неописуемая наглость этой схемы заключается в том, что вот этот главный кидала Александр Адарич, который убежал с наворованными деньгами в Испанию, сейчас пытается через продажных судей, через фиктивные фирмы разморозить все свои активы и свое имущество. А Виктор Смолей собрал эту акцию специально для того, чтобы не дать ему это сделать и вернуть деньги вкладчикам, которых кинули. Вы скажете, при чем тут в заголовке Петр Алексеевич Порошенко? А Петр Порошенко имеет к этой схеме самое непосредственное участие. Ведь именно он, как президент Украины, на то время поручился за Александра Адарича и назвал устами Гонтаревой банк ликвидным. В результате чего казахские инвесторы внесли крупный аванс Фидобанк. Банк, как вы знаете, уже в результате лопнул, а Адарич просто-напросто поделился со своим хозяином от этой 100% мошеннической схемы. Классика! Помните, какой-то африканский лидер, я уж не помню, какой африканской страны, грозил кулаком абсолютно всем, кто будет сравнивать его страну с Украиной. С Украиной на то время Петра Алексеевича Порошенко. С Украиной, в которой президент Украины крышует заведомо мошенническую схему. Президент рекомендует вложить деньги в банк, который, как он прекрасно видит и понимает, скоро лопнет и с него выведут капиталы, которые Петр Алексеевич наверняка раздеребанил с владельцем этого Фидобанка. Если бы я был лидером этой африканской страны, я бы, наверное, тоже, прекрасно понимая, что такое эпоха Порошенко, грозил кулаком ровно всем тем, кто сравнивал бы мою страну с Украиной. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok